Предлагаю вашему вниманию видео о маршруте Красноярск-Иркутск. Съемка 2018 года. Чем интересен, на мой взгляд, этот сериал, то что во время ночевки видеорегистратор не выключался. Примерно через семь-восемь минут он переходил в режим съемка на парковке. На мой взгляд это очень интересный момент. Выбирался ракурс такой, чтобы можно было видеть динамику. За окном, вот например в Красноярске, съемка за ночь заняла примерно 20 минут. То есть за 20 минут можно наблюдать, как меняется интенсивность движения на дорогах города. Интересен еще такой же момент, как резко быстро наступает рассвет. Кому не интересен этот фрагмент, его можно пропустить примерно через 25 минут. начнется движение автомобиля и посмотреть на утренний Красноярск в реальном времени, то есть без ускорение с оригинальным аудио из салона автомобиля. По мере движения возможно где-то буду подключаться, что-то комментировать, добавлять. По городу видео повторю без ускорения. Ну а за городом видео ускорено будет как обычно в два раза. В салоне включена радиостанция, так что можно будет иногда слышать переговоры дальнобойщиков на пятнадцатом канале. Но предупреждение 18+, возможно ненормативная лексика. И чтобы не попасть в неловкую ситуацию, полностью отключите звук перед началом движения гимн России. Я думаю это сделать традицией. Каждый новый маршрут начинать с гимна России. Желаю всем комфортного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Ой, ладно, не знаю, посмотрим, будем по месту решать. Да, хорошо. Все, давай я буду отдыхать. Да, пока. Придешь домой, напиши, ладно? Не забудь. Все равно напиши. Все, давай я буду. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Документ опубликован на сайте Минфина США, отмечает РИА Новости. Среди попавших под солнцем генконсул Саудовской Аравии в Турцию Мохаммад Аль-Атальби. Российское телевидение с февраля 2019 года начнет поэтапный переход от аналогового вещания к цифровому. Как рассказал на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев, этот процесс займет полгода. Создание в России современного цифрового эфирного телевещания заняло почти 10 лет. За это время в рамках профильной федеральной целевой программы была выстроена сеть из 5028 передающих наземных станций, три четверти из которых полностью новые объекты. Эти станции работают 10 056 передатчиков, транслирующих телеканалы первого и второго мультиплексов. На погоде в Москве пятница днем плюс два солнечных, в Петербурге в пятницу плюс шесть, небольшой дождь. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсов. Бизнес.ФМ первое деловое радио. Главные темы. В студии Ирина Савельева, здравствуйте. Мы на бирже не женились и не клялись. В Роснефти прокомментировали приостановку продажи топлива на Петербургской бирже. А накануне глава компании обвинил трейдеров и независимый АЗС в спекуляциях и росте цен на бензин. Российские бизнесмены люди свободны, а авторитет страны формируется из экономических показателей. Владимир Путин прокомментировал возможный бойкот России в форумах Давоса. В Британии и ЕС договорились о сделке по Брэдзит. Европарламент проведет финальное голосование в начале следующего года. На фоне этих новостей в Британии в отставку подали сразу три министра, а британский пункт обвалился. Чего ждать дальше? Поэт в России больше, чем поэт. Литературный спор Ивана Жданова и Виктора Хулле закончился поножовщиной, что не повелили заслуженные литературоведы. Подробности в нашем эфире. Впереди лежачий полицейский. Ограничение не 40-40. В спекуляциях и росте цен на бензин. А заодно прекратила продажи топлива на петербургской бирже. Кроме того, из регионов поступили сообщения, что нефтяники отказывают независимым игрокам в поставках. Что все это значит? Расклад событий у Михаила Цапунова. Самое интересное в новом обострении – это хронология. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Возле Ачинского МПЗ. Этот завод находится недалеко от Красноярска и почти полностью обеспечивает город топливом. Появилось видео. Сотни бензовозов в очереди на налив. Приехали корреспонденты. Осторожно, дети. Ограничение 40. Пассаж про Роснефть не случайный. Корпорация – владелец этого завода. Другие местные журналисты также подтвердили, что бензовозом Роснефти вне очереди заливают топливо. Это важно. Дефицит у независимых АЗС. На заправках Роснефти топливо есть. Значит, без бензина, а главное, без зимнего дизеля. В Красноярске уже зима. Город не останется. Независимым уже приходится ездить на самовары. Небольшие нефтеперерабатывающие заводы, где делают низкокачественное топливо. О ситуации главный редактор «Бизнес-ФМ» в Красноярске Юлия Буйко. На нефтах в АЗС нет топлива. Вообще некоторые станции принимают меры. Например, закупают топливо на так называемых самоваров. И это сделать легко и просто. Приехал, рассчитал все и купил. Только вот есть одна проблема. На этих самоварах топливо, мягко говоря, некачественное. По данным местных аминтитрейдеров, Ачинский МТЗ вообще не отпускал топливо порядка недели. Большинство же заправщиков не имели товарных запасов. Почему так важна ситуация в Красноярске? Потому что на следующий день, 15 ноября, уже федеральные СМИ рассказали о дефиците топлива в регионах. И о том, что нефтяные компании отказывают независимым АЗС в поставках. Причем в Восточной Сибири большая доля именно у независимых заправщиков. Вице-премьер Дмитрий Казак поручил Минэнерго и ФАС разобраться. Но параллельно произошло еще одно событие. Роснефть прекратила продажу своего топлива на петербургской бирже. Объем торгов рухнул на 20%. А именно на этой площадке независимые заправки и другие потребители покупают топливо. Вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев заявил Бизнес-ФМ, что компания может продавать бензин на бирже, а может и не продавать. Мы им чем-то обязаны этой биржи. Женились на ней, ну клянись чем-то. Я ничего не понял. Кого мы там обездолили, мы не поняли. Памилия компания Роснефть всегда выступала, выступает за рыночное регулирование цен. Что у вас на рынке розничный, не как можно ли быть региональные трейдеры, находящиеся в криминальных взаимоотношениях с местной властью и преступными группировками. При этом есть приказ правительства, что в Украине компании обязаны продавать на бирже определенные объемы. И делать это равномерно. Остальные производители топлива в четверг с биржи не ушли и даже торговали сверх нормы. То есть, как и в Красноярске, потери чувствительные, но не критичные. Что же касается слов в адрес трейдеров и независимых АЗС, Роснефть не первый раз обвиняет их в спекуляциях и росте топливных цен. Трейдеры в ответ напоминают, что они, в отличие от нефтяных компаний, продают бензин и дизель с отсрочкой платежа. А иначе потребители, а среди них государственные организации, не смогут расплатиться и останутся без топлива. Однодневный уход с биржи Роснефти Бизнес.ФМ прокомментировал гендиректор трейдерской компании «Солид Товарные рынки» Илья Мороз. Я считаю, что такой димаш можно объяснить желание полностью устранить и уничтожить конкурентов на рынке, поскольку ничем другим это объяснить нельзя. И я думаю, что можно объяснить полной безнаказанностью, потому что нет того человека, кроме, наверное, президента страны, который в состоянии, скажем так, аппетиты Роснефти здесь каким-то образом поумерить. У всех свои аргументы. Роснефть считает, что трейдеры и независимая АЗС аффилированы, перепродают друг другу топливо, взвинчивая цены. Договориться стороны не могут. Соглашение с правительством тоже не помогло. Оно лишь временно заморозило цены на бензин. Вопрос, как и сказал трейдер, действительно под силу решить первым на лицо. Но еще раз напомним о хронологии. В дни, когда в Сибирском Ачинске водители бензовозов стояли в очереди за топливом, на другом конце планеты, в Сингапуре, проходил восточно-азиатский саммит. Российскую делегацию возглавил Владимир Путин. Среди других представителей был глава Роснефти Игорь Сечин, Михаил Сафонов, Бизнес-ФМ. Тем временем в Казахстане заявили, что из-за высоких цен на топливо в России российские трейдеры активно вывозят более дешевый казахстанский бензин. Это грозит стране дефицитом, но решить проблему Астана не может. Прекратить свободный экспорт нельзя. Это противоречит нормам ЕАЭС. Тем более, что у России и Казахстана самая протяженная сухопутная граница в мире. Контролировать ее сложно. Второй путь это повысить внутренние цены на бензин. Но это вызовет протест населением и бизнесом. Бизнес сам примет решение. Владимир Путин прокомментировал возможный бойкот России в форуме в Давосе. Ранее стало известно, что на него рекомендовали не ехать попавшим под санкции США Олегу Дерипаски, Виктору Аликсельбергу и Андрею Костину. Позже Дмитрий Медведев заявил, что если форум не изменит решение, то российские госкорпорации, чиновники в Давос не поедут. В четверг президент заявил, что возможное отсутствие России на авторитете страны не скажется, потому что авторитет формируется из экономических показателей, как, например, профицит бюджета. Что же касается решения о бойкоте, то российские бизнесмены свободные люди, напомнил Путин. Такие площадки, как Давосский форум, они полезны. Я, будучи еще вице-губернатором Петербурга, достаточно часто ездил, почти каждый год ездил в Давос. Потом, работая в Москве, это все было реже и реже. В последнее время я там практически не появляюсь. Но площадка хорошая. А цель таких площадок вообще, таких встреч, таких обсуждений, свободных, непредвзятых, она как раз заключается в том, чтобы сближать людей. Вне рамок каких бы то ни было политических ограничений. Если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право, бизнесмен, представитель какой-то компании, а там представлены, прежде всего представили бизнеса. У нас люди свободные, они сами в праве... Осторожно, дети. Ограничение 40. Стоит ли искать в заявлении Путина сигнал для бизнеса? Об этом рассуждает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Семенов. Я думаю, что иногда, если не справа, Путина, надо понимать именно так, как и изучать, без этих вторых и третьих смыслов. Я не думаю, что бойкот-довоз это такая прекрасная идея, которая заставит гражданцев расплакать, чтобы узнать, что неправильно все ведут в отношении России. С другой стороны, если люди поедут в Довоз, пытаясь объяснить, что это Россия, уже это какая-то проблема, и поэтому полиция на Довоз не поедем вообще обиделась, мне кажется, она недвиновидная, и Путин вообще это понимает. Поэтому здесь, я думаю, что Путин вполне искренне сказал, что никого наказывать за поездку в Довоз не будут, но и премии раздавать за участие в Довозском форуме тоже не будет. Константин Семенов, за последнее время мы не раз опрашивали представителей бизнеса об отношении к Довозскому форуму и о том, нужно ли туда ездить. И многие предприниматели говорили, что отказ от участия в Довозе контрпродуктивный. Хотя и говорили, что в этом году и для себя пока не приняли решение, ехать или не ехать. Мы отправили запросы в ряд крупных частных российских корпораций по поводу участия в Довозе, в том числе и тем компаниям, которые на сайте форума числятся как партнеры, которые прежде в нем участвовали. В одном крупном холдинге бизнес-фм анонимно сообщили, что решение поездки в Довоз пока не принято, и попросили нас не рассказывать, что... Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. ...довоза, лаборатория Касперского. Компания уполномочила нас сообщить, что не комментирует эту тему. За гиперстрофу ответишь. Литературовический спор, а этот в Москве перерос в поножовщину. В результате заслуженного поэта Ивана Жданова пришлось госпитализировать. В мягкие ткани его ранил другой, и не заслуженная стихотворица Виктор Кулэ. По словам последнего, ссора произошла еще 13 ноября в элитинституте, где Кулэ вон семена. Жданов, изрядно подвыпивший, зашел в аудиторию и начал что-то декламировать о гиперстрофе. А потом устроил скандал, сорвав в тем самым занятия. Кулэ со Ждановым был не согласен категорически, но вести спор с пьяным счел беспреспективным. Что происходило далее, бизнес-офемер сказал сам Кулэ. Во вторник я привез его к себе. Положил его спать примерно в районе полу. Через шов примерно там, не знаю, в 6-7 утра. Я просто правду не знаю, потому что когда у тебя с утра начинают будить и требуют ненедельную выпивку, ты просто не очень, я не знаю, с перебукла, что не смотришь на часы. Я говорю, Ваня, извини, я твоя женщина просил, никакую образу не давать и делаю. Он начинает меня оскорблять, он скормляет меня довольно долго. Потом он меня избил. Потом я выскочил на кухню, взял нож, сказал, Ваня, я тебя умоляю, уходи отсюда, не доводи до греха. Он ушел в соседний конкурс, я сижу, он мне появляться, я захожу. Я вижу, стоит Ваня, а у него еще штаны были, не одет, у него вся задница, а мы так трогаем. Он говорит, теперь у тебя... Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Он идет, у тебя там полчаса, звонок в двери, я открываю, злениться, вот вы, там есть свои коллеги, с другом. Виктор Кулэн, пострадавший сейчас находится в реанимации в ГКБ номер 20, по факту нападения на данного полиция начала доследственную проверку. Кулэн уверяет, коллегу ножом он не бил, по его словам, вдруг поэт порезался сам. Определить, так это или нет, следствию не составит труда, считает адвокат Суранова Несян. Насколько я понял по показаниям лица, которого обвиняют на Несене за ножевого ранения, он утверждает, что потерпевший сам нанес эту рану, и в принципе материал проверки должен будет подтвердить либо опровергнуть, поскольку характер раны, которую человек наносит сам себе, либо не наносит иное лицо, характер этих ран отличается между собой, и это достаточно легко друг от друга деференцировать. Оба участника конфликта, заслуженные поэты и литературоведы, Жданов, лауреат Фремии Андрея Белого, Аполлона Григорьева и Арсения и Андрея Тарковских. Акулэ первый в России биограф Бродского, обладатель Новой Пушкинской премии и премии Венец. Книги авторов издаются в основном тиражами около тысячи экземпляров. Почитатели таланта Кулэ, узнав о происшествии, вспомнили следующие строчки поэта. «Все рушится, поэтому не стоит страшиться приближение смычка, когда тебя как инструмент настроит маэстро деловитая рука». К основным темам вернемся через пару минут. Реклама. Квартира 79 квадратов в Скандис. «Какую выбрать, двух- или трехкомнатную?» «Подрос ребенок, тогда трех». Набережная реки Енисея. Енисей по левую руку. «В шерсе один или у вас попадайся, я, тогда двух. Большая гостиная и просто огромная свайльная с гардером». «Все застроили, не видно ничего». Файл заблокирован. «Вы слушаете радиоканал «Бизнес-эшэн» в Красноярском СМИ, зарегистрированный Енисейским управлением Русском национах. Так, регистрационная новая серия, предупреждение 24, 20, 18, 27 марта 2018 года, для лица даже 16 лет. Бизнес-ФМ Красноярск. Первое деловое радио. Здравствуйте в студии. Анна Берутли, главные темы. Бензина мало. Независимые нефтитридеры в Тае сообщили о дефиците топлива на своих целях. Возвращение потребления, включение поставок газ по пункту. Столичность требует один из странных в Магдонах. Средственно язвы в оборудовании, посвятились длительные полосы на авиаторах. Накануне по этому поводу прошли общественные услуги. Первое заморозное предупреждение в Ситково-Растургином. 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 Официальные курсы иностранных валют, с того какого-то, на банках на сегодня 66,66,62 копейки. Евро 7,75,54 копейки. Все знакомые места уже. Че-то? 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 Ко-то, это часть? Че-то! Продолжение следует... 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 Причина плохого качества частных социальных услуг очень много, говорит социолограм Леонтий Бызов. Но главное отсутствие реального развития этого рынка. Там тоже коррупция, поэтому они набирают деньги и оказывают помощь как могут. А привычка к коррупции, она в социальной медицинской сфере настолько сильная, что люди, которые проработали и были коррумпированы в социальной сфере, там 20 лет проработали, уйдутся в частную сферу. Где вода? Давай, брызгай, отмораживайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА